Слушайте, заглянул тут в Яндекс.Намедни, раздел сейчас в СМИ главных, господа, у меня глаз дергаться начал. Пятое место топа. Захарова станцевала лесгинку на молодежном форуме Машук, что на Ставрополье проводится, ух ты! В Москве избивают мирных граждан, в Шиесе избивают мирных граждан, по всей стране полицейские пытают задержанных, дня не проходят, чтобы из какого-то региона не прилетело подобные новости. Самолеты один за другим аварийные посадки совершают. Вокруг Северодвинска вообще непонятно, что происходит, местные жалуются на сумасшедший радиационный фон, после взрыва власти продолжают отмахиваться. Треть Сибири выгорела, жители Дальнего Востока переживают последствия страшнейших паводков, но это все не главное. Так, мелочи жизни, а вот то, что Захарова лесгинку станцевала, вот это, блин, по-настоящему важно. Вот что обсуждается российскими СМИ, чихать, что 80% наших соотечественников понятия не имеют, что это за зверь такой Захарова, кто она такая. Пропагандисты решили, что данное событие должно вас очень сильно заинтересовать, значит, так тому и быть. Начинаем! Ой, чуть не забыл, а самое смешное, вот этот вот скриншот был сделан, знаете, когда? 22 августа. Не понимаете, что это за дата? День флага России. Если верить пропагандистам из ящика, в этот день вся страна в едином порыве, ну, кроме агентов Госдепа, конечно же, прямо рукоплещет. Радуются столы, люди накрывают, а нынче-то еще и дата юбилейная – 350 лет государственному флагу РФ исполнилось. Кстати, год назад ему тоже 350 лет исполнилось. Ну, да бог с ними, не стареют душою символы Великой Могучей. Больше 100 тысяч человек собрались сегодня в центре Москвы на масштабный митинг-концерт, чтобы вместе отпраздновать День российского флага. Главному государственному символу нашей страны на этой неделе исполнилось 350 лет. Поздравить москвичей и гостей столицы пришли известные артисты, звезды, выдающиеся спортсмены, герои России и СССР. А сам же концерт начался с рекорда. Можно, кстати, еще и в следующем году 350-летие отметить так же с размахом. В центре Москвы артистов позовем денег, им заплатим из бюджета, лишь бы не было повода не выпить. Ну, да не об этом хотел сказать. Я все про скриншот из того дня, сейчас в СМИ. Главное, вот он, напоминаю, информацию о праздновании Дня российского флага видите? Вот и я не вижу. Ну, или хотя бы что-нибудь вроде как любят пропагандисты. Путин поздравил всех жителей страны. Блин, этого тоже нет. А вот про Захаровую лесгинку есть. Нет, друзья, я не против лесгинки. Я не против молодежных форумов. Это здорово. Такие мероприятия нужно проводить. Я на этом примере просто пытаюсь продемонстрировать уровень лицемерия наших государственных деятелей. Уровень лицемерия их прихвостнее от пропаганды. Ну, ладно. Ну, не хотите вы освещать протестные мероприятия? Вообще касаться этой темы не надо. Это вполне объяснимо. Боитесь на фоне разразившегося политического кризиса затрагивать тематику серьезных проблем? Тоже могу понять. Ну, а мелочи какой-то тогда пишите. Там бабушка из Карагая дала отпор участковому взяточнику. Но вы и этого не делаете. Вы эфир какой-то фигней засоряете. Вы что, даже своих сторонников ватников уважать перестали? Совсем скудаумными их считаете? А уж ситуация с днем флага так вообще умилила. Эти люди на каждом углу чешут нам о патриотизме. А настал патриотический день, и они о нем тупо забыли, вспомнили лишь через два дня. Да и то для того, чтобы провести антипротестный митинг, забив площадку на Сахарова. Даты все перепутали. Твою ж ты жизнь. Раз, два, три. Поехали! Едва молодогвардейцы успевают освободить пространство, как его тут же заполняет людское море. На этот праздник пришли целыми семьями. Детей повыше, на плечи, чтобы было видно лучше. Флаг России в первую очередь это чувство гордости, чувство патриотизма, чувство отчизны нашей. В большом праздничном концерте участвуют звезды российской эстрады первой величины. Ну а в перерывах, пока артисты сменяют друг друга, россиянам представляют настоящих героев звезды спорта. Вот с малой сцены про смелых пожарных и чемпионов паралимпийцев рассказывает чемпионский хоккейный дуэт. Мне просто даже интересно было бы в данном случае позицию сторонников власти послушать, вот как они это восприняли. У нашей страны всего три государственных символа. Герб, гимн и флаг. И вот так вот просто взять и забыть об одном из них, а потом и вовсе устроить из этой истории проплаченный маскарад в угоду определенных политических сил пиаровскую акцию. Ребят, да вы не патриоты. И даже не идиоты. Вы, прошу прощения, пиары и пиарасы. Это реально журналистика. Поехали. На самом деле, одна из целей, которую я когда-то перед собой ставил, задумывая данный проект, это попытка достучаться до тех людей, которых ввели в заблуждение. Которых намеренно обманывают изо дня в день, которых господа, прибравшие все в России, к рукам изо людей-то не считают. Этих наших соотечественников загнали в глубокую нищету. Забрали у них все, предложив взамен какие-то фантомные скрепы и кормят теперь гнилой лапшой, прикрываясь красивыми словами патриотизм, прорывы и бла-бла-бла. Те, кто попались на эту удочку, им и сравнить-то не с чем. Это ведь только у нас в России можно услышать фразу, ну а че, все так живут? Да нет, не все. Приведу простой пример, точнее попытаюсь объяснить на пальцах. У меня недалеко от дома есть полузаброшенная строительная площадка, видимо деньги у застройщиков закончились, и они там кое-как че-то делают несколько лет уже. У входа на эту стройплощадку стоит будка, на цепи там сидит пес. Я его подкармливаю постоянно, он добрый, хотя выглядит очень грозно, гавкает громко. Но не об этом хотел рассказать, мне реально его очень жалко. Его хозяева гастарбайтеры кормят этого пса какими-то отбросами, почему я и начал ему носить хоть что-то. Весь его кругозор, все познания о мире ограничиваются длиной трехметровой цепи, на которой эта собака сидит. Он не знает, что там дальше. Этих трех метров от будки и никогда не узнает. Он сидит в грязи и в собственном, простите, дерьме, в жару и в холод, в дождь и в снег. Этот пес приговорен, поэтому его только и остается-то, чтобы пожалеть. Но мы-то люди. У нас есть право выбора. Мы наделены способностью принимать решения самостоятельно. Так почему же некоторые из нас выбирают путь того пса? Я хотел бы, чтобы вы сейчас посмотрели одно видео, когда я его увидел впервые, мне стало смешно, а потом пересмотрелось, стало страшно. Я специально покажу вам этот фрагмент несколько раз подряд. А вот, пожалуйста, совсем другая история из Москвы о молодом человеке. Он, примерно, ровесник этой девушки, зовут парня Павел Устинов. Про таких, знаете, обычно говорят, он просто оказался не в то время, не в том месте. 3 августа Павел пришел на митинг. Хорошо, пусть будет, как говорят пропагандисты, на несанкционированный митинг. Но он туда просто пришел. Ничего плохого этот человек никому не сделал. А дальше? Спасибо моим коллегам из фейк-ньюс, из телеканала Дождь, что оказались рядом. И теперь, по крайней мере, мы можем вам показать, что там произошло на самом деле. Давайте внимательно посмотрим на видео, которое Дождь снял на акции 3 августа. На нем не слышно, что кто-то кричит лозунги или заводит толпу. А ОМОН, как они часто делают, просто идут цепочкой и выслеживают, кого бы задержать. Устинов обведен на видео кружочком. Он стоит и смотрит в телефон. ОМОН продолжает выискивать следующего задержанного. И когда находит, налетает на Устинова. Сами видите, полиция загребла первого же попавшегося молодого человека. Ну, надо было изобразить видимость бурной деятельности, потому что на таких митингах часто метут кого попало, многих затем просто отпускают. Но в данном случае понадобился злодей для общественного резонанса. Собственно, парня таким злодеем в СМИ и назначили. Напомним, старший сержант Росгвардии Александр в составе тактической группы ОМОНа задерживал на Тверской улице и в районе дома 18 так называемого бригадира, профессионального провокатора, подстрекавшего толпу в основном молодежь на уличной беспорядке. Крепкий парень кричал зажигательные лозунги и речевки и призывал окружающих к активному сопротивлению. Да и сам в момент задержания так сопротивлялся, что у двухметрового Александра оказалось опасно повреждено плечо. Кстати, сопротивлявшийся бригадир Павел Устинов арестован Тверским судом Москвы до 3 октября. Сейчас человеку светит 10 лет. За что? Да ни за что. Потому что, повторюсь, оказался не в то время, не в том месте, а еще потому, что сакральная жертва им там понадобилась. Ну надо же как-то ряды вот таких девиц-то пополнять, а то прозревать народ начинает, а это нехорошо. Действующий режим в нашей стране всегда опирался на самую безмозглую часть населения, и борьба за этих безмозглых развернулась нешуточная. Помет-то с кисельком уже не справляются. А с другой стороны, печально, конечно, осознавать, ты загремел на 10 лет только ради увеличения популяции дураков. Как-то так. Все. Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху, в соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова